Девушки отдыхают Девушки отдыхают Садись, если хочешь И что я буду здесь делать? Где мой сын? Садись для начала Пусть не видят тебя Если увидят, ты покойник Смотри вперед Видишь знакомые лица? Нет, я никого не узнаю Мне уходить? Немного осталось Есть маленькая дельца Сейчас опусти руку в левый карман Давай, давай, не сомневайся Это подарок для тебя На тот случай, если ты забыл Еще раз посмотри напротив Он идет к своей лошади У него только одно слабое место Он любит свою лошадь И пошел дать ей сахарку Так что действуй, братец Закончи свое дело Я не могу, Рамис У тебя есть люди, которые могут это сделать Я не могу Нам обоим плохо будет Слушай Я не спрашивал твоего мнения Я объяснил, что ты должен сделать У тебя пять минут Значит, Джану осталось жить Пять минут Мерзавец! Посмотри налево Поверни голову и посмотри внимательно Он так сладко спит Ах ты, мерзавец! Время пришло, Джингис Ты хочешь одержать надо мной победу? Разве у тебя нет желания выиграть? Если тебе все равно Сядь на место Сейчас начнется состязание Преподай всем урок, Джингис Атай Или Джингису Атаю На все наплевать Никто не может приручить Джингиса Атая Вот тебе шанс Жизнь дает тебе шанс Если у тебя нет мужества Если речь идет только о победе Лучше не вставай с кресла Мой тебе совет Сиди, где сидишь Мерзавец 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 Где? Что вы потеряли здесь? Вас увидят Он здесь, он увидит вас Ты видел нас? Значит и они не увидят Он привел сюда моего сына Сволочь, он привел сюда моего сына И Кондролы здесь И что он задумал? В чем дело? Он хочет, чтобы ты поскакал? Он хочет, чтобы я убил Хочет, чтобы я убил Кондролы Сейчас Он хочет, чтобы я сделал это сейчас И что ты будешь делать? Не знаю Я не знаю Джан Джан Эйшан Бросит меня А кто еще есть в моей жизни? Что есть у меня? Нет, брат Нет, 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 нет Я хочу убежать Я брошу Джана Я Я брошу Эйшан Я хочу убежать Мне убежать? Мне убежать, да? Скажите что-нибудь Не молчите, помогите мне Смотри ему в глаза Только в глаза Целься в тело Когда упадет Выстрели еще несколько раз Потом уходи Али У тебя трясутся руки Поэтому не жди После первого выстрела немедли Выстрели еще раз Али Я буду поблизости Если Рами что-то предпримет Я тоже что-нибудь предприму Азель найдет машину И будет ждать нас снаружи Мы рядом, партнер Мы будем рядом Что бы ты ни сделал Сколько минут осталось? Одна минута Одна минута Джан Джангиз Джангиз, ты должен принять решение До того, как выйдешь отсюда Что бы ты сделал На моем месте? Я бы выстрелил Джангиз А потом нашел бы Рамиза И выстрелил в него Не забывай Ты дал мне слово Он не выстрелит Во взгляде нет решимости В первый раз никто не может решиться Сразу, Али Ты Сразу решился? Алло Хочу сообщить о преступлении На ипподроме в Вилле Фенди Возле конюшни Да, я слышал выстрелы Возможно, это убийство Асина 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 Иди сюда Ах ты, девочка Иди ко мне На На Я принес тебе сахар Асина Хорошая девочка Иди сюда Руки вверх Он тебя послал Никого другого не нашел И послал тебя Я имел дело с ублюдками, как ты Поэтому Дядя так просто не посылает людей Если он послал тебя Значит, у него и с тобой счеты На чего ты ждешь? Вот черт Что ты делаешь, придурок Больной Подойди ближе Подойди ближе Подойди ближе Еще ближе Еще ближе Еще ближе Еще ближе Стреляй, придурок Стреляй Что случилось? Ничего, мой хороший, ничего Состязание началось Смотри Не бежать, не бежать Тихо, спокойно, не бежать Не беги, не беги, Джентгиз Просто иди и не смотри никому в глаза Держите его, он стрелял во сыну Джан? 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 Я не смог, Айшан Я не смог Джангиз Джангиз, иди сюда Что этот придурок делает? Джангиз Скорее Что происходит? Что будем делать? Не знаю А звук никак нельзя настроить? Я шучу, шучу Ты играй, играй Раньше я играл на тамбуре И меня в местах не столь отдаленных называли тыфик тамбур Это где? Это значит... Ну, дома меня так называли Врешь Места не столь отдаленные Это тюрьма Думаешь, я не знаю? Дядя, мы выехали Хорошо Смотри, не расстраивай ребенка Дети, которых вы считаете своими На самом деле не ваши Они сыны и дочери тоски жизни по самой себе Места не столь Смотрите Лев Приятного поэта Легко Лев 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 Джан? Ты не хочешь идти в школу, да? Тогда сделаем так. Мы скажем маме, что ты в школе, а ты поедешь со мной. Если хочешь, мне нужно заехать кое-куда. А на обратном пути я завезу тебя домой. Как тебе такая идея? Хорошо. Хорошо. Вы можете подарить им свою любовь, но мысли никогда. Ибо у них есть собственные. Ты понял меня, Джан? Если расскажешь папе, мне не сдобровать. Я не скажу ему. Ты можешь доверять мне. Я тебе доверяю. А кто этот человек? Никто. Там никого нет. Потому что ты сейчас в школе, на уроке музыки. Идем, идем сюда. Иди сюда. Иди, молодой человек, не бойся. Ты когда-нибудь ловил рыбу? Значит, не ловил. Слушай, рыбалка – занятие очень важное. Ты становишься сразу старше на несколько лет. Если поймаешь рыбу, будешь молодцом. Ну-ка, давай. Держи его так. Теперь закидывай. Вот, сегодня много рыбы. Смотри, какие красивые рыбки плавают. Рыбка плывет к нам, плывет. Он даже из могилы продолжает проклинать меня. Точно, так и есть. Никто тебя не проклинает. Просто Джана что-то беспокоит. Эй, Шан. Ты еще не знаешь, какой мэрт. Омер не был таким. Не хватало Омера. Так еще теперь этот мэрт появился. Тогда откажись. Не воспитывай больного ребенка Омера. Иногда я думаю... Что? Что случилось, Джингис? Алло. Тебя. Алло. Ну, как дела? Тебе понравилась фотография? Если ты прикоснешься к моему сыну... Да. И что будет? Почему ты замолчал? Что будет, если я прикоснусь к нему? Что ты хочешь, Рамис? Сначала хочу услышать ответ. Мы с тобой не договорили. Помнишь, ты говорил, что тебе все равно? Что тебе наплевать на все? Вспомнил, да? Хорошо. Хорошо. Тогда я подумал... Ну, что-то же ему дорого. Что-то ему не все равно. Не может же он совсем расстаться так легко. Ай! Джан? Что скажешь? Тебе действительно все равно, а? Больно! Отпусти! Отпусти! Не трогай моего сына. У тебя со мной счеты, а не с ним. Ладно, если хочешь, будем болтать до вечера. У меня времени много. Если тебе действительно все равно, тогда я прикажу окунуть мальчика в воду. А потом продолжим разговор. Что скажешь? Не надо! Не надо! Спрашиваю тебя в последний раз. Тебе все равно? Или не все равно? Не все равно! Не все равно! Ладно, не трогай Джана. Слышишь, оставь моего сына в покое. Отпусти его. Ты выиграл. Ты выиграл, выиграл. Выиграл. Отпусти моего сына. Нет, еще рано. Если ты прилежно выполнишь то, что я скажу, возможно, твой молец останется жив. Сделаешь то, что я скажу? Что ты хочешь, что ты хочешь, говори. У тебя есть полчаса, Джингис. Приходи туда, куда я тебе скажу. И послушай, Джингис, если скажешь полиции или кому-нибудь еще, тогда ты поймешь, что мне... Мне действительно все равно. Ей, наверное, больно. Все? Все. Все. Мне не понравилось ловить рыбу. Может, займемся чем-нибудь другим? Пойдем. Мы с тобой поедем в другое место. Они приходят в этот мир благодаря вам, но не от вас. И хотя с вами не принадлежат вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Гляжу, ты хорошо ладишь с моими дочерьми. Но, похоже, с Айшан ты ладишь лучше, чем с Бахар. У меня и с Бахар прекрасные отношения. Насколько серьезные у тебя намерения? Посмотрим. Смотри, смотри. Только хорошо смотри, чтобы ничего плохого не случилось. Я спросил вот почему. Если у вас серьезные намерения, то я хочу задать вам несколько вопросов на правах папочки моей любимой доченьки. Интересно узнать, кто ваши родители. У меня их нет. Образование? То есть, где вы учились уму-разуму? На улице. Кто ваши друзья? Ваши приятели? У меня нет друзей. Чем вы занимаетесь? Кем работаете? Вы вообще работаете? Я игрок. Всю жизнь мечтал именно о таком зяте. Ладно. Наркотики, преступления. За вами много грехов? Нет, немного. Достаточно. Вы не задали главный вопрос. Откуда у меня деньги? Где я беру их? И главное, какие у меня слабые места? Нет, молодой человек, это не мое дело. И я так считаю. Но вы постарались все разузнать. Если вы знаете слабые места, можете использовать людей, например, Дженгиза и Али, чтобы их денежки стали вашими. Полегче, полегче, молодой человек. Как не стыдно. Точно, не стыдно. Али и Дженгиз думают именно так. Они, видимо, не любят, когда их шантажируют. Вы чуть не умерли. Но Дженгиз жалился. И у него появился новый... Новый план. О чем это ты? Вы пришли. Сказали, ваш папочка пришел. И они впустили вас. Вы мило болтаетесь с человеком, у которого за пазухой нож. Честно, я всю жизнь мечтал о таком тесте, как вы. Что ты хочешь от нас? Если я что-то захочу, то, не спросив, заберу у тебя. Итак, главный вопрос. На чьей ты стороне? На стороне тех, кто отдает? Или на стороне тех, кто берет? Не спеши. Хорошенько подумай. Я тебе позвоню. На мобильный. Не надо. Ты ничего не сказал, но я знаю ответ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.